Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 сломана копией с судьями и участниками. И, как мы видели, обвеса тоже полегло немало. И еще одна перекладка, и предельно плотно Лосев преследует соперника. Очень здорово. Ну, а теперь слово нашим арбитрам. Что же они скажут? Владимир Сапонов за Лосева. Антон Новиков солидарен с Максимом Ахтямовым, которого мы... Ну что же, посмотрим, действительно, смогут для пилота произвести своевременно работу над ошибками. Поехали опять Евгений Лосев. Естественно, впереди он был победителем квалификации, поэтому сколько бы там еще хитов ни было, может быть, еще максимум два, включая этот, он каждый раз будет в роли лидера начинать. И очень неплохо, кстати говоря, сейчас Лосев стартовал. Мне кажется, стало чуть получше, хотя вот здесь немного разменивал скорость на угол пилот команды Z-Tech Fresh Marketplace. Широко, размашисто действует Евгений Лосев. Там чуть не в баку проваливается. И Роман Тимодар все это умудряется отработать. Поехали! Второй заезд этого уже второго подряд. Финаловое исполнение Романа Тимодара и Евгения Лосева. И Роман Тимодару стремляется навстречу закатному солнцу, который, конечно, доставляет определенные неудобства пилотам. У Лосев агрессивно там ставится. И казалось, что сейчас столкновение фактически неизбежно, но нет. Все очень даже здорово. Здесь, правда, приходится идти на компромисс Лосеву. И он смещается в новую зону. И, по-моему, все-таки достает передним колесом. Хотя, возможно, это опять иллюзия. Слишком уж близко Лосев. Но видно было, что не такое стройное у него преследование, как у Ромы Тимодара, который, в свою очередь, неплохо очень едет. Но создается ощущение, что Лосев будто бы чище проехал лидером. Судя на сей раз единогласно. И все трое, говорят, ОМТ очень близкие были проезды. Выявить лидера победителя точнее невозможно. А теперь уже точно последний хит. Больше трех нельзя. Таковы правила. Если и сейчас двух проездов не хватит, чтобы выявить победителя, этим самым победителем будет объявлен Евгений Лосев. Потому что он был выше по итогам квалификации. Лосев заузил немного выход из ОЗ2. Роман Тибадар с чуть меньшим углом. Но преследует и вываливается там двумя колесами минимум. Сильвия С-15. Там так еще легко в дыму потеряться в этот момент. Но этого не происходит с Романом Тибадаром, который на моторике буквально выныривает из дымного шлейфа и продолжает преследование до финиша. Ну и точно последний проезд этого этапа. Роман Тибадар в роли лидера Евгений Лосев. На сей раз чуть смещается внутрь, зато перекладывается четко в ритме лидера. И еще одна перекладка. И на сей раз не цепляя никаких ноу-гоу-зоу. Евгений Лосев за Романом Тибадаром возле 3 отправляется. Не вылетает. При этом в отличие от Рома Тибадара, образца прошлого заезда, две последних перекладки. Последняя зона Touch'n'Go. Последний финиш четвертого этапа. И что же скажут нам судьи? Вот что скажут нам судьи. Евгений Лосев. Долгожданная победа для него и для команды Zintech Fresh Marketplace. Чемпионский титул. Ну а это то, конечно, на что надеялась команда Zintech Fresh Marketplace после вот этой кучи, кучи, кучи испытаний. Две замены моторов. Причем мотор Евгению Лосеву помогал менять Сан-Домир и Диатуллин. Пожар на машине Евгения Лосева. Вылет Лосева еще в четверг. И все это пришлось вывозить механиком Zintech Fresh Marketplace. Но теперь они точно победители командного зачета. А кто из пилотов, окажется выше. Мы скоро узнаем. Лосев ставится очень круто, но тут же корректирует угол в сторону уменьшения. И это как раз не здорово. Домир и Диатуллин понимает, что несмотря ни на что, Женя будет давить на все деньги, сколько их там осталось. И продолжает на доверии преследовать Евгения Лосева. Красиво они продолжают движение через Z5. Две супры, которыми мы любовались. Тренер и таким образом совершил еще одну неточность. Опять же, все это мелкие нюансы, но в битве таких великих пилотов именно мелкие нюансы и будут скорее всего решать исход этого поединка. Вот Домир и Диатуллин сразу правильно выбрал угол без коррекций, однако не попал во внутренний Touching Go 2. Он не такой дорогой, как первый, но тем не менее. Зато здесь увереннейшие разгоны пользуются этим Евгений Лосев. Подъезжает плотную. Домир перекладывается четко его Z4. Собирает, добавляя угол. Последний внутренний клип. Лосев там крайне плотно перекладывался, но в итоге отпускает соперника. И только один, потому что машина Евгения Лосева дальше ехать отказалась. Ну и двух проездов хватило, чтобы Домир и Диатулина объявили победителем. Итого... Диатулина, что у Евгения Лосева. Ну, Женя вроде как расстроенным не выглядит. У Дамира, наверное, чуть больше поводов для расстройства. Но у нас с вами есть повод порадоваться за этих парней. Тимофей Добровольский, Токаяма Форвард Авто, Владислав Попов, Фейл Крю Дарксайд, двое дебютантов RDSGP 2023 года в финале шестого этапа. Отличная возможность появилась у обоих парней дебютировать в этом сезоне. И оба ей блистательно воспользовались. В общем, совершенно точно можно об этом говорить. Тимофей Добровольский в роли лидера. Начинает эти движения. Едва не падает об одним с колесом трассы. На постановке Владислав Попов ныряет внутрь. Тимофей Добровольский очень здорово. По самой внешней кромке отрабатывает уже два. Влад, похоже, не ожидал этого и потерял немного темп. Теперь нагнал и в медленной части трассы сравнялся практически по скорости с S15 соперника, который, в свою очередь, очень здорово выстреливает туда наверх. Это форвардовские машины умеют, не всякого сомнения. И вот такая немного мимикса, так называемая. То есть синхронность действий с лидером, но только после этого траектория и угол. То есть углом можно пожертвовать в первую очередь. Так что здесь Владислав Попов действует абсолютно. Правильно учитывая ситуацию. Ну а теперь корректируется и он в свою очередь перед ОЗ2. Тимофей Добровольский был к этому абсолютно готов. Перекладка ОЗ3. И да, успевает нажать на правую педаль Владислава Попов. Теперь уже Тимофею приходится много прибирать угол для того, чтобы не отстать от 350-й Зетки соперника. Вот здесь только удается вроде бы сравняться. И какая была перекладка упреждающая, но, к сожалению, контакт вслед за этим каким-то чудом там не вылетает Тимофей Добровольский. Дело не трассы. Но зона снижения темпа есть зона снижения темпа. И one more time, говорят арбитры. Так, ну что же. Еще один финал. Таким образом, в исполнении тех же пилотов. Давайте на них еще раз полюбуемся. И вновь в роли лидера Тимофей Добровольский и команда Накаяма Форвард Апта. Против него влачила Попов команда FLQ DarkSide. Причем, кстати говоря, победители там еще и команде своей принесет победу, по всей видимости, потому что там перед этим финалом равенство уже набранных очков наблюдается. Ну что же. Такой будет приятный бонус. Ну а пока Тимофей Добровольский очень агрессивно исполняет постановку. И много-много скорости заносит туда. Замедляется. И еще тычок получает от Владислава Попова. Но уже это столкновение, конечно, значения особенного и не имеет, поскольку 0 Тимофей Добровольский заработал несколько ранее крутейшим образом. Тем более, что почти удалась ему эта тактика во время первого финального хита. Если бы не маленькая помада, она уже высношена, кстати говоря, задних покрышках. Может быть, это сказалось. В общем, уже финал бы и закончился. Ну а так он продолжается. И Владислав Попов лидирует. Теперь у него, конечно, психологический комфорт в режиме просто максимальном, как и в случае с Евгением Лосевым. Но надо еще довести всю историю до финиша. Тимофей Добровольский там, невзирая на зеленку, достаточно уверенно движется за соперником. Пытается оказать давление, принудить к ошибке, пусть может. И еще один one more time. И тогда-то уже будет шанс. Перекладка еще одна. Очень агрессивно там проваливается в большой угол. Тимофей Добровольский. Но и Влад Попов уже было с покрышками. Эх, ну теперь тоже с чего об этом говорить. Потому что взять двигатель было просто больше неопло. Еще одна коротенькая ремарочка. Для того, чтобы оказаться в финале, Антон Козлов на этом этапе провел 4 заезда всего-навсего полноценных. Гоча 7. Да, такое тоже бывает. Ну что же, дорогие друзья, теперь все это страницы строки в исторической летописи сезона 2023 года. Ну а теперь мы узнаем, кто же, кто же из них окажется более достойным роли чемпиона, действующего чемпиона в следующем сезоне. Георгий Чевчан выполняет постановку, собирает, тачит гол 2 и отлично отрабатывает в Z1. Перекладывается Антон Гогов в темпе лидера. И очень активно сближается там на входе в ОЗ-3. И лихо разворачиваясь по внутренней траектории, продолжает преследование через ОЗ-4. Перекладка ОЗ-5 ненадолго скрывает дым пилотов. И Антон Козлов не отпускает конча, который мажет мимо тачит гол 3. И отправляться на оцениваемый участок пилота из солнца светит практически в глаза гонщикам. Ну, плюс этой паузы в том, что дым как раз рассеялся окончательно. И теперь пилотам ничто не помешает показать свои лучшие качества. Постановка Гоча аккуратен, но близок к сопернику. С меньшим углом добавляет Гоча угла. Перекладывается ОЗ-2 на повестке дня. И замедление Коз-3. И Гоча здесь уже смещается внутрь на всякий случай, чтобы не встретиться с лидером. Раньше время не перекладывается. И здесь уже самое время прессовать, потому что разгонная часть траектории начинается. И ОЗ-5 позади. Остается последнюю дугу проехать. И Гоча распрямляется ненадолго. И вот вам эта графика ОМТ, говорит Максим Охтяма. Владимир Сафонов считает, что Гоча все-таки выиграл. Это не улучшится. А быть может, будет еще один лан-мо-тайм. И это тоже мы исключать не можем. Ну что же, Георгий Чевчан вновь по левой дорожке, как и полагается, победителю квалификации. Антон Козлов чуть раньше трогается с места, чтобы Гочу не отпустить. И очень далеко там, мне кажется, продвинул свою машину. Антон Козлов и таким образом подарил Гоча огромное преимущество на разгоне. Гоча тем временем отрабатывает, очень здорово отрабатывает ОЗ-1. Антон Козлов устремляется в погоню и на замедлении перед ОЗ-3 догоняет, естественно. Как и полагается в самом медленном участке трассы. Не так строя, как во время прошлого гита. Получается, это перекладка ОЗ-4, ОЗ-5. Также остается где-то там в дыму. И Антон Козлов догоняет Гочу перед самым финишем. Мало того, что сам себя, можно сказать, вам в дымном шлейфе за автомобилями. Но, но, но. Узнаем мы это с вами только через некоторое время. А пока она, быть может, в последний раз в этом сезоне нажимает на заветную кнопку стартового светофора. Три красных, один зеленый. И поехали Георгий Чевчан и Антон Козлов. Быть может, последний проезд официальный этого сезона. И постановка Гоча чуть больше рискует на сей раз, чем в прошлый. Догоняет активнее. Синхронизируется по углу синхронная перекладка. Перед ОЗ-2. И Антон Козлов ввинчивается в ОЗ-3. Едва не покидает, а пределы трассы. Есть кисдлол. Повисает лавка там на одном из тросиков. И таким образом не устремляется в соперника, что спасает. Пока заест Антона Козлова в роли лидера Гоча. Намного активнее атакует. И прессует Антона Козлова до самого финиша. Ух, как это было нервно. Ох, как это было. Я как будто в курсе. Вот, что мы сейчас увидим на нашей официальной графике. Поздравляют друг друга менеджеры. Ну что, ребята, сезон 2023 закончен. Четырехкатный чемпион РДС-Джипи Георгий Чевчан принимает ваше поздравление. Не менее громогласные овации в адрес Антона Козлова также звучат. До последнего боролся пилот команды Корвиль. Рейсинг, но только серебро. И на втором, и на седьмом этапе. И в этом сезоне. Ну а ВТБ финал.